Всем привет! Меня зовут Андрей. Я в Яндексе разрабатываю API Яндекс.Карт. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, о чем с фронтендерами вообще обычно не говорят. Об инструменте, которым мы пользуемся каждый день, при этом особо не задумываемся, что он вообще есть, и уж тем более не задумываемся о том, чего он нам стоит, какие у него есть возможности и какие у него есть ограничения. Начнем с того, что настоящей сборки мусора в JavaScript нет, потому что иначе большинство NPM-модулей удаляли сами себя, поэтому поговорим мы про ту сборку, которая есть, про сборку ненужных объектов. Зачем она нам нужна? Давайте посмотрим на Яндекс.Карты. Яндекс.Карты — это очень большой сайт, большой сервис, на котором среднее время сессии там где-то 5-10 минут, может быть и больше. Там очень много JavaScript. Там используются практически все браузерные API, про которые вы вообще слышали, кроме мультимедийных. И раз там много JavaScript, там выполняется много кода. И этот код выделяет очень много объектов, создает просто постоянно, потому что вы драгаете карту, у вас постоянно происходят какие-то события, поисковая выдача, к тому, что все это на React. В общем, объектов там очень-очень много. Однако, если вы в какой-то момент посмотрите, сколько реально занимают ваши JavaScript объекты, вы увидите, что на картах они занимают где-то 30-40 мегабайт. И это не очень много, особенно с учетом того, что сессия длится долго. За время этой сессии карты выделяют куда больше объектов, и они успешно собираются garbage collector'ом, и память может быть заново переиспользована. Я хочу с вами поговорить про сборку мусора с четырех сторон. Мы начнем с теории, потому что, чтобы о чем-то говорить, надо понимать, о чем мы говорим. Затем будет такая хардкорная часть про суровую реальность, потому что у нас не всегда JavaScript был, и вообще как бы выполняется у нас не JavaScript, а что-то на железе, и наши браузеры, движки JavaScript, они как-то реализованы и работают на этом железе. Потом посмотрим, как это все используется в браузерах, и какие мы из этого можем сделать выводы. И напоследок я вам расскажу, как вы можете в повседневной жизни как-то применять эти знания. И на протяжении всего доклада будем рассматривать всякие примеры, как можно и не нужно делать, например, и те, и другие. Вы меня спросите, Андрей, зачем мне все это знать? Хороший вопрос, я вам отвечу. Хорошо иметь представление, как работает ваш инструмент, просто потому что вы работаете с этим инструментом. Также вы поймете, зная это, где вы можете оптимизировать ваше текущее приложение, и, возможно, как спроектировать ваше будущее приложение, чтобы оно работало лучше и быстрее. Вы не будете совершать ошибки, те, которые мы рассмотрим, и, наверное, целый класс ошибок. И также вы перестанете делать оптимизации, которые на самом деле ничего не оптимизируют, а делают только хуже. Один умный человек однажды сказал, что все нетривиальные абстракции дырявы, и сборщик мусора — это одна большая нетривиальная абстракция, которую латают со всех сторон, и, к нашему счастью, она практически никогда не течет. Но иногда бывает. Поэтому давайте начнем с теории. Я постараюсь не грузить вас сходу скучными определениями, а просто разберу с вами работу сборщика на примеры простого кода. Код вполне обычный. Вы, наверное, такое писали, если не пишете каждый день, то, ну, по крайней мере, точно писали. Смотрите, здесь у нас есть класс. У класса есть конструктор, где кладется какое-то поле. Есть метод, который, когда его вызывают, возвращает забиндженную функцию, и внутри этой функции используется, соответственно, this и пара переменных из замыкания. Мы посмотрим, как этот код будет себя вести, если мы будем его запускать вот таким образом. Мы создадим инстанс объекта, возьмем вот эту забиндженную функцию, вызов метод, позануляем все, потом вызовем метод, который нам тоже что-то занулит, и занулим вообще все, что у нас осталось, и останемся в чем мать родила. И да, это Dark Souls. Dark Souls я выбрал не случайно. Так, крепитесь. Так, начинаем мы с класса. Класс у нас это просто функция, это синтаксический сахар для функций. У функции у нас есть прототип, который function prototype, и еще есть прототип для свежесозданных объектов. У свежесозданных, у этого прототипа есть обратно ссылка на конструктор через поле конструктора. И это объект, поэтому он наследует object prototype. Метод work — это просто отдельная функция, на которую есть ссылка, и она очень похожа на конструктор, потому что это просто две функции, вы и метод work можете с нее вызвать, вам никто не запретит. Прототип там тоже function prototype. Прототип для вызова через new, но это можно делать, но я сильно сомневаюсь, что это кого-то интересует. Прототипы очень много места занимают, поэтому давайте мы запомним то, что они там есть, но я их уберу. Так стало чуть-чуть проще. Затем мы кладем наш класс в window, явно потому, что классы по дефолту не кладутся в window. Создаем instance. У instance прототип задается на full prototype, и, соответственно, если вы на нем вызовете work, то он будет знать, что надо вызывать. В конструкторе мы там делаем поле x из объекта со строкой, и затем мы вызываем метод. Метод нам возвращает забинженную функцию. Забинженная функция — это такой специальный магический объект в JavaScript, который состоит из this забинженного и функции, которую надо, собственно, вызывать. Так что функции у нас все еще есть. Там тоже есть и прототип, и другой прототип, но они нам не очень интересны. Что нам интересно, то что у нас там есть замыкание, и замыкание по спецификации, по-умному хранятся в environment. Вы, скорее всего, это знаете как scope, но в спецификации в основном используется слово environment. Scope тоже есть, но они как-то, по-моему, не решили. И в этом environment хранится ссылка на lexical environment. В общем, это просто объект. Он гораздо сложнее, но я решил поберечь вашу психику, в котором лежат ссылки на все, что вы, все, до чего вы можете достучаться из функции. Здесь, например, есть window.foo, и что нам особо важно, там есть name.z. Там в scope лежат все вообще объекты, до которых можно достучаться, даже те, которые вы явно не используете, потому что вы, например, можете что-то евальнуть и случайно заиспользовать. И JavaScript при этом не должен ломаться. Но мы построили все объекты. Давайте насладимся этой картинкой. Отдохнем у костра, потому что сейчас мы будем все это рушить. Так, начнем мы рушить с удаления ссылки на объект. Она красненьким подсвечена. Мы ее удаляем, и у нас ничего не происходит, потому что у нас от window есть путь до нашего объекта через забиндженную функцию. Это подталкивает нас к типичной ошибке. Типичная ошибка — это забытая подписка. Когда вы подписываетесь, используете там this, или явно забиндженный, или через arrow function, или используете там что-то в замыкании, забываете отписаться, и у вас время жизни вашего объекта или того, что у вас есть в замыкании, становится таким, какое время жизни у подписки. То есть если это элемент дома, который вы руками не трогаете, то скорее всего до конца жизни страница. Что тут можно посоветовать? Отписывайтесь. Все очень просто. Чтобы просто отписываться, надо продумать время жизни подписки и кто ее владеет. Если вы отписаться по каким-то причинам не можете, то вполне нормальный вариант — это занулить ссылки. Или там у объекта почистить все поля, чтобы у вас утечет объект, но это будет маленький объект, и вроде не жалко. Также, возможно, вам поможет викмап в каких-то ситуациях. Пойдем дальше. Попробуем удалить ссылку на класс. Удалим ссылку на класс, и у нас, опять же, ничего не поменяется, потому что класс у нас доступен через ZIS, забинженный, в котором есть ссылка на прототип, а в прототипе есть ссылка обратно на конструктор. Зачем я вам это показал? Потому что я видел обратную сторону проблемы, когда люди воспринимают предыдущий совет слишком буквально, часть права занулиться, чтобы занулять ссылки, и зануляют вообще все подряд. И это довольно бесполезная работа, потому что если объект у вас состоит только из ссылок на другие объекты, там нет никаких ресурсов, про которые я вам еще сегодня расскажу, то ничего занулять вам не надо, вам достаточно потерять ссылку на этот объект, и все остальное умрет само по себе. Так что универсального совета нет, зануляйте когда надо, когда надо не зануляйте. Все очень просто. И да, это не ошибка, так что вы можете так делать, просто это довольно бесполезная работа. Идем дальше. Мы сейчас вызовем метод, который у нас фиолетовенький bound function, и он удалит нам вот эту вот ссылку. Когда он нам удалит эту ссылку, у нас, я думаю, все со мной согласны, вот эти вот объекты, они лежат каким-то особняком, и это мусор на самом деле. И этот мусор джаваскриптовый, он прекрасно соберется. Но есть мусор, который не собирается. Есть куча браузерных API, в которых вы можете создать объект и уничтожить объект. И вот если вы этот объект не уничтожите, то никакой сборщик мусора его не соберет. Например, если вы забудете удалить object URL с картинкой, давайте с видео на 200 мегабайт, то вот в памяти у вас эти 200 мегабайт будут жить до конца страницы. И, возможно, даже дольше, потому что они шарятся между табами. Аналогично в WebGL, index.db, куча браузерных API, где есть такие штуки. Но у нас просто джаваскриптовые объекты, к счастью, поэтому это просто мусор, мы можем его собрать, поменять на обломок титанита и забыть прекрасно про него. Следующим этапом мы почистим последнюю нашу ссылку слева направо. Это ссылка на метод, который мы получили, на забиндженную функцию. И после того, как мы ее удалим, у нас ссылок между левой и правой части вообще не останется. На самом деле нет. У нас останутся вот эти вот ссылки из замыкания. Но что нам важно, то что у нас ссылок слева, излева направо нет. И поэтому все, что мы здесь видим, справа — это мусор. И он умрет. Причем, заметьте, здесь в мусоре есть даже циклические ссылки, то есть объекты, которые ссылаются друг на друга. И оно никак не влияет ни на что, потому что сборщик мусора не собирает отдельно объекты, он собирает весь мусор целиком. Так, мы на все это посмотрели, поговорили про мусор. Поговорили мы про мусор достаточно так фривольно, потому что мы на интуитивном уровне, я думаю, все плюс-минус понимаем, что такое мусор. Но, опять же, чтобы о чем-то говорить, надо знать, о чем мы говорим, поэтому давайте дадим какое-нибудь определение. Что такое мусор? Мусор — это все, что не является живым объектом. Все стало очень понятно. Пойдем смотреть, что такое живой объект. Живой объект — это объект, до которого можно дойти по ссылкам от корневого объекта. Ну, тут целых два новых понятия — дойти по ссылкам и корневой объект. Поэтому давайте… Один корневой объект мы уже знаем, давайте начнем со ссылок. Итак, что такое дойти по ссылкам? Если у вас есть куча каких-то объектов, которые связаны друг с другом и ссылаются друг на друга, то что мы делаем? Мы будем пускать по ним волну, и пускать мы их начнем… пускать волну мы будем, начиная с корневого объекта. Мы проинциализировали первый шаг, затем мы будем действовать по следующему алгоритму. Вначале мы скажем то, что все, что у нас сейчас желтое, то есть то, что у нас на гребне волны, это живые объекты. Посмотрим, на что они ссылаются, то, на что они ссылаются, сделаем новым гребнем волны, и закончили, начинаем заново. Делаем их живыми, смотрим, на что ссылаются. Это новый гребень волны. Делаем их живыми, смотрим, на что ссылаются. Заметите, что одна стрелка указывает на уже живой объект, поэтому мы просто ничего не делаем. И так далее, пока у нас просто не закончатся объекты, которые надо обходить. В этой ситуации мы говорим то, что все, мы нашли все живые объекты, все остальное — это мусор. Этот процесс вообще называется маркинг. Если вам захочется про это поискать. И обычно вместо вот тех цветов, которые я вам показываю, оперируют белым, серым и черным, чтобы вам точно не было скучно. Итак, научились обходить. У нас остались корневые объекты. Что такое корневые объекты? Во-первых, это Windows. Про Windows мы уже поговорили. Также это практически все браузерные IP, куда вы можете дать или функцию, или какой-то JavaScript объект, типа DOM, который и так в Windows лежит, все промезы, все, что кладется в микротаски, макротаски, всякие мутейшн-обзерверы, рафы, idle callback, все это корневые объекты. Все, до чего можно дойти из того, что вы положили в раф, нельзя удалять, потому что если вы удалите объект перед рафом, который там используется, то наверняка что-то пойдет не так. Также сборка у вас может произойти вообще в любой момент, потому что каждый раз, когда вы пишете фигурные скобки, даже больше, каждый раз, когда вы пишете function, у вас создается новый объект. И памяти может не хватить, и сборщик пойдет искать свободно. И в этом случае корневыми объектами будут все, что у вас есть на callstack. Потому что если вы, например, остановитесь на строчке с x и удалите там то, на что ссылается y, то, очевидно, ваше приложение упадет. Соответственно, нам абстракция джава-скриптовой машины не позволяет таких фривольностей. Итак, если вам это показалось сложным, то сейчас будет еще чуть сложнее. Мы поговорим про мир машин, потому что в мире машин мы не можем так рисовать квадратики. В мире машин у нас есть вот такие страшные штуки. Если вы fancy gamer, то у вас, может быть, есть более красивые штуки. Но, тем не менее, проще от этого не становится. Глотните эстусы и пойдем дальше. Память — это один большой массив. И в этом массиве у вас лежат просто числа. То есть выглядит это как-то так. И без какого-то дальнейшего вступления мы просто начнем здесь создавать объекты. Просто слева направо, для вас слева направо, будем их допихивать. Смотрите, создаем один, второй, третий, они все разного размера. По пути мы проставляем ссылочки. Что там, четвертый, пятый, шестой. Хотим сделать седьмой, а места нет. Потому что у нас надо пять квадратиков, а свободных квадратиков у нас два. Что-то можно сделать. Ну, первый вариант — это сказать, знаете, и так нормально. У нас как бы 2018 год, у всех последние MacBook'и, что там, 16 гигабайт оперативки, не бывает такой ситуации, что памяти нет. Есть здесь разработчики Slack'а? Ну, в общем, это так себе идея брать и падать, потому что в вебе это приводит к вот этому. Это явно не то, чего вы хотите от поведения вашей программы. Но, в общем, такое поведение валидное. И есть такая категория сборчиков, которые называются noob. Плюсы у них, он очень простой. Почему? Потому что у вас нет сборки мусора. Все. То есть вам не надо ее писать, вам не надо думать, сколько она ест. Вы просто ест, что падаете. Ну, и минус, да, вы падаете, при том так, что вас ничто больше никогда не поднимет. Зачем это нужно? Ну, например, нам это немного неактуально, но на бэкэнде вы, например, можете иметь несколько серверов за балансерами, и вам проще, чтобы ваше приложение отоживало 32 гигабайта оперативки, и вы его просто убиваете целиком. И у вас перформанс повышается за счет того, что вы просто перезапускаете его, когда становится мало памяти. Но в вебе так нельзя, поэтому давайте чистить. Чистить мы начнем с поиска мусора. Мы это уже знаем, как делать, поэтому я просто вам их подсвечу, потому что от корневого объекта до C и до F нельзя дойти по стрелочкам. Мы берем этот мусор, скармливаем какому-нибудь любителю мусора, и в принципе все, у нас остаются дырки в нашей памяти. И заметьте, у нас 7 квадратиков свободных, а 5 мы все еще выделить не можем, потому что у нас произошла фрагментация. У нас есть кусок в 3 свободных квадратика и в 4. Это проблема, сейчас мы с вами про нее поговорим. Но вообще вот такой алгоритм, когда вы просто оставляете дырки, в памяти называется Mark and Sweep. У него есть плюсы, он очень простой, это один из первых алгоритмов, про который вы услышите, если читаете что-то про Garbage Collector. Он работает пропорционально количеству мусора, то есть говоря простым языком, он хорошо работает, когда у вас мало мусора. То есть если у вас только живые объекты, то он по сути ничего не делает. Нас это очень сильно устраивает. Минусы. Он требует сложной поиски, сложной логики поиска свободного места, потому что у вас теперь много дырок, и вам надо в каждую примерить, встает ли сюда объект. И он фрагментирует память. Может случиться ситуация, то что у вас свободно 200 мегабайт, а вы выделить ничего не можете, потому что они побиты на малюсенькие-малюсенькие кусочки, которые никому не нужны. Поэтому все бы хорошо, но у нас есть еще и другие идеи. Первый из них, это если посмотреть на эту картинку и подумать, что можно сделать, можно взять и сдвинуть все влево. И тогда у нас справа будет один большой свободный кусок, и туда спокойно поместится наш объект. Такой алгоритм есть. Он называется Mark and Compact. И какие у него плюсы? Он дефрагментирует память. И в принципе все. Потому что дальше начинаются минусы. Он сложный. Он сложный и в плане работы, и в плане реализации. Он перемещает объекты, потому что мы подвинули объект, то есть он находится в другом месте, и это дорого. Это просто мы его взяли и скопировали. Он работает пропорционально количеству живых объектов, что вроде хорошо. Опять же, мы его можем использовать тогда, когда у нас практически нет мусора. Но он требует 2-3 прохода по всей памяти в зависимости от реализации. И, говоря простым языком, он просто медленный. Тут мы подходим к еще одной идее. То, что сборка, она на самом деле не бесплатная. И поэтому во всяких high-performance API, типа WebGL, WebAudio, WebGPU, которые когда-то там в будущем будут, а сейчас маячат на горизонте, вы отдельно создаете объекты, отдельно их удаляете. И эти спецификации написаны так, чтобы сборки мусора там не было в процессе. Более того, у вас там нет даже промезов. Вместо промезов вы просто опрашиваете условно каждый кадр. Типа, и произошло что-нибудь или нет. У меня есть еще один сборщик, про который я хочу поговорить. Тут просто немного другая идея. Что если мы не будем освобождать память, а мы будем просто копировать все живые объекты куда-нибудь в другое место. И давайте попробуем. Скопируем корневой объект как есть. То есть который ссылается уже не очень понятно куда. Синенький, зелененький, красненький. У нас ситуация какая. Сверху у нас нет мусора. И при этом нет дырок в памяти. Кажется, все очень хорошо. Но у нас есть две проблемы. Первая у нас по две копии объектов. У нас есть два зеленых объекта, два синих. Какой из них использовать? Вопрос. Также у нас сломаны ссылки, потому что они тоже ведут на черт пойми какие объекты. Со ссылками все решается с помощью особой алгоритмической магии. А с дублированием объектов мы просто берем и выкидываем все, что у нас снизу. И в итоге у нас остается свободное место. А сверху у нас только живые объекты в нормальном порядке. Этот алгоритм называется semi-space. Также можете услышать то, что он называется list2. И вообще обычно их называют просто копирующий сборщик. Плюсы. Он дефрагментирует память. Он простой. Его можно совместить с фазой обхода, что мы и сделали. Он работает из-за этого пропорционально на количество живых объектов по времени. И, говоря простым языком, его очень хорошо использовать, когда у вас много мусора. Потому что если у вас есть типа 2 гигабайта памяти, и там 3 объекта, то вы обойдете только 3 объекта, а остальные 2 гигабайта, но их как будто и не было. Минус. Очевидный довольно двойной расход памяти. Вы используете в 2 раз больше, чем надо. И он перемещает объекты. Это тоже не очень дешевая операция. На заметку. Да, сборщики могут перемещать объекты. И в вебе нам это не актуально, а в наде, например, актуально. Потому что если вы пишете расширение на C++, то там C++ как бы про все это не знает. Поэтому там есть двойные ссылки, которые называются хендлами. Выглядят они примерно вот так. Так что если вы собираетесь писать плагины под наду или еще не знаете, то, может быть, вам пригодится эта информация. Так, у нас есть несколько разных алгоритмов. И у них у всех есть свои плюсы и минусы. Тут справа есть еще иден. Я вам про него чуть попозже расскажу. И очень хотелось бы, чтобы у нас был алгоритм без минусов, но такого нет. Поэтому что можно сделать? Можно попытаться использовать лучшие из всех миров. В конце будут ссылочки на слайды, так что не переживай. Можно пытаться использовать лучшие из всех миров. Можно пытаться использовать несколько алгоритмов одновременно. То есть у нас будет один кусок памяти, в котором мы будем собирать одним, а в другом другим. Но встает вопрос, а как мы будем понимать, вообще эффективно это, неэффективно, и что делать. Тут мы можем воспользоваться знаниями умных мужей из 60-х, которые посмотрели на все программы и поняли, что большинство объектов умирают молодыми. Говоря простым языком, все программы только и делают, что делают мусор. Если мы попытаемся как-то это использовать, то придем к тому, что называется сборкой поколениями. Смотрите, мы делаем два куска памяти, они никак не связаны. Слева у нас Eden, сейчас вы поймете, как он работает. Справа у нас какой-то, ну, допустим, медленный Mark and Sweep. В Eden мы создаем объекты, создаем еще объекты, еще объекты. Он говорит, хорош, я наполнен, и мы запускаем там сборку мусора. Находим живые объекты, копируем их в другой сборщик, а сам Eden просто очищаем весь. И можем дальше в него допихивать объекты. Значит, если мы как-то можем использовать эту гипотезу о поколениях, в которой мы можем взять вот CGI, мы можем CGI переместить в Mark and Sweep и решить то, что, ну, эти объекты, скорее всего, проживут еще долго, можно на них особо силы не тратить. Раз мы можем использовать эту гипотезу, мы можем писать наши программы как бы с обратной точки зрения, пытаться обманывать сборщик. Ну, это можно делать. Я вам не советую, так что не создавайте долгоживущий мусор, потому что иначе сборщик начнет считать то, что его не надо собирать. И один такой классический пример – это last recently used, least recently used cache. Потому что у вас вначале в кэше долго лежит объект, и сборщик смотрит на него и думает так, вот его точно не надо собирать, потому что он проживет еще очень долго. Потом у вас приходит кусок мусора в этот кэш, и этот большой объект, он выталкивается из него, а собрать его уже просто так нельзя. Как собирать мы знаем, поговорим о том, когда собирать. Первый вариант самый простой. Мы просто берем все, останавливаем, запускаем сборку, запускаем заново. Если вы знаете, как работают современные компьютеры, вы знаете, потому что там есть несколько потоков. Для нас это веб-воркеры, например, поэтому почему бы не взять и не распараллелить это. В сумме, если сложить вот каждую стрелочку, она будет длиннее, но для человека, для программы по часам на стене это будет быстрее. И еще одна идея – это сделать какой-то снэпшот аккуратненько и затем сборку делать параллельно выполнению JavaScript. Если вас это все заинтересовало, то я могу вам посоветовать, наверное, единственную и самую главную книгу по сборке – Garbage Collection Handbook. Также можете почитать Википедию, универсальный ресурс. Есть сайтик memorymanagement.org. И еще я очень советую доклады и статьи Александра Шепелева. Он вообще про Java рассказывает, но Java и V8, они сейчас работают с точки зрения мусора примерно одинаково. Давайте перейдем к тому, как все это используется в браузерах. И начнем мы не совсем с браузеров, начнем мы с интернет-овсинкс-движков. Это JerryScript и DuckTape. Там все очень просто. Там Mark and Sweep – самый простой алгоритм. Stop the World – то же самое простое решение, мы просто все останавливаем. И это на ваших микроконтроллерах. То есть это медленный язык, секундные фризы, фрагментация прямо в вашем чайнике. Если кто-то в зале пишет Internet of Things на JavaScript, пожалуйста, подойдите и расскажите мне, зачем. Ну, наверное, это нас не особо интересует. Нас интересуют вот эти ребята. Это V8, Spider Monkey. Как вы заметили, у Spider Monkey нет нормального логотипа, поэтому я просто нашел какую-то обезьянку. JavaScript Core, который используется в WebKit, и Chakra Core, который используется в G. У них все примерно одинаковое, поэтому говорить мы будем вот про этот, потому что он, наверное, самый известный, и больше всего смысла знать про него. V8 – это почти весь серверный JavaScript, потому что это NADA. У вас, безусловно, есть какой-нибудь типа Rain или есть NADA с Chakra, ну, come on, кто ее хоть раз запускал. Это почти 80% клиентского JavaScript. Также у них самые такие общительные разработчики, поэтому информации много, и там довольно хорошие исходники. Их проще всего читать, на мой вкус. Что там используется? Сборка поколениями, про которую мы и говорили. Единственное отличие у нас было два сборщика, тут три сборщика. У нас в начале объект создается в идоне, затем в какой-то момент там становится слишком много мусора, его перекидывает в semi-space, он становится подростком, его туда-сюда мотает, и потом сборщик понимает то, что он слишком старый и скучный, и перекидывает его в самый правый сборщик, в котором уже сборка мусора производится очень-очень редко. Наглядно на то, как все это выглядит, можно посмотреть, забегая вперед на memory trace. Если вы присмотритесь, здесь несколько больших волн, и на этих больших волнах есть маленькие волны. Вот маленькие волны — это минорные сборки, а большие волны — это мажорные. И наша задача — это генерировать мусор. Поэтому следующая ошибка — это боязнь создания мусора. Потому что мусор можно создавать, если это действительно мусор. Переиспользовать его гораздо хуже, потому что тогда объект будет жить гораздо дольше, и сборщик решит то, что его не надо собирать. Поэтому не делайте так. Что еще есть в V8? Они относительно недавно распараллелили фазу поиска живых объектов. Фаза сборки у них, по-моему, все еще stop the world, но большая часть сборки — это именно поиск живых объектов, и он сейчас происходит абсолютно независимо от вашего JavaScript. То есть он составляет очень-очень маленькие фризы. Итак, сколько стоит все это удовольствие? Ну, от 1 до 3%. Это не очень много. Давайте я переведу вот так вот. Если вы понимаете, к чему я клоню, то я клоню к тому, что это на самом деле 1,33 — это много. Например, для геймдева. Потому что в геймдеве для вас это один кадр. Один кадр — это, ну, заметный лак. Что там делают? Там стараются не использовать сборщик мусора. Вместо этого вы заранее создаете вашу, там, я не знаю, 10 тысяч пуль, и потом руками их используете или освобождаете. Еще пример, например, система частиц. Если у вас какой-нибудь огонь или что-нибудь такое, там, звездочки из волшебной палочки, то там тоже вы можете создавать тысячи, десятки тысяч объектов, и это очень большая нагрузка на сборщик. У вас будут фризы. Из сборщика можно вытащить немного статистики. К сожалению, только в хромиумах. В хромиумах есть performance memory. Оттуда можно достать, сколько сейчас зарезервировано под страницу, сколько она реально использует, и сколько вообще хромиум готов вам выделить памяти. Хромиум готов сейчас вам выделять 2 гигабайта памяти для JavaScript. К сожалению, доки на все это нет. Почитать про это можно разве что в исходниках и в каких-то странных блокпостах. Однако, если вы еще не собираете эту информацию, возможно, вы хотите ее собирать с ваших клиентов для аналитики. Что у нады? У нады все стандартизовано. Там есть процесс memory usage, который возвращает примерно то же самое. Я надеюсь, что когда-то эту информацию стандартизуют, и она доедет в другие браузеры, но пока таких телодвижений нет. Зато есть телодвижение в сторону дать нам больше контроля над сборкой мусора. Я говорю про слабые ссылки. Слабые ссылки — это почти как обычные ссылки, только они могут быть собраны в случае нехватки памяти. На это дело есть пропоузал. Пока он, по-моему, в первой стадии. Если у вас надо, вы уже давным-давно можете использовать NodeWig и использовать, собственно, слабые ссылки. Зачем? Например, это удобно использовать для кеширования. Вы можете сохранить какой-нибудь здоровенный объект. Не знаю, например, если у вас видеопроцессинг на JavaScript, зачем-нибудь, вы можете хранить кеши в слабых ссылках и таким образом сообщать сборщику то, что если памяти вдруг будет не хватать, ты вот эти объекты можешь удалить. И затем мы можем проверить, удалил он их или не удалил. Также в будущем нас ждет сборщик в WebAssembly. Здесь есть ссылка на… Что это? Ну, на пропоузал. Вкратце что — там ничего не понятно. Насколько? Вот примерно вот так. И я вас уверяю, даже когда они его допишут, будет непонятно еще сильнее, что делать. Потому что, на мой взгляд, там не решено очень большое количество проблем. Итак, что можно почитать про браузеры? Особо ничего. Знаете, довольно печальная ситуация. Есть v8.dev. Недавно, кстати, они выкатили сайт этот. И исходники движков JavaScript. Я тут для вас собрал ссылки. Может быть, кто-то по ним пройдет. А пока давайте посмотрим, как все это можно применять в повседневности. В повседневности у нас есть DevTools. А в DevTools есть две замечательные вкладки. Performance и Memory. И я буду показывать на примере хромиумов, потому что, ну, наверное, все пользуются хромиумами. Если кто-то пользуется Firefox, там все примерно то же самое. В Safari тоже примерно то же самое. Начнем с вкладки Performance. Вы можете снять Trace, если не забудете вот эту вот галочку затикать. Потому что я ее забыл подсветить. Давайте я вам тут тоже покажу. Вот эту вот галочку. Которая Memory. Вон она сверху. Там под вкладкой Performance. Тогда у вас вместе с Trace'ом вашего JS'а запишется вот такой красивый график потребления памяти. А еще вместе с вашим JS'ом записываются все внутренние события V8, поэтому у вас там есть информация о том, сколько работал сборщик. Здесь, например, он в сумме работал 30 миллисекунд из 1200 миллисекунд. Да, JavaScript. Это Яндекс.Карта. То есть одну сороковую. Ну, это не то чтобы ничего. Что еще? Вкладка Memory. На вкладке Memory можно снять слепок всей памяти, которая у вас есть со всеми объектами. Выглядит это примерно так. Тут их можно сверху посортировать по размеру самих объектов, по размеру объектов, плюс сколько они за собой тащат других объектов. И можно сделать интересные всякие наблюдения. Например, то, что здесь есть скомпилированный код, который V8 собирает в машинный код, чтобы выполняться очень-очень быстро. Вот. Он тоже живет в сборщике мусора, и сборщик мусора его собирает. И тут есть все ваши объекты. Вот здесь есть, например, объект Q, потому что это минифицированная версия карт. Это React. Занимает он много. Ну, как бы что поделать. Если вы хотите смотреть, сколько занимают ваши объекты, то вам надо или их наименовать нормально, чтобы можно было поискать вот в этом слепке, или вы можете при минификации сохранять себе, во что они минифицировались. Потому что, ну, очевидно, вы хотите смотреть на релиз-версию, где у вас все минифицировано. Что еще? Еще можно снять трейс создания объектов, трейса локации. Это примерно то же самое, что и снапшот, только у вас много снапшотов. Они делаются постоянно, и у вас есть график, сколько у вас создается объектов. Что-то можно сделать. Увидеть то, что здесь вот есть пики, насколько я не знаю, наверное, 4 мегабайта создается за один тик, и посмотреть, что там. А там какие-то объекты, всякие разные, утилитарные. И снова реакт, потому что в этот момент карта что-то перерисовывала. То есть пришел ответ от сервера, и там перерисовывался почти весь интерфейс. Соответственно, создавалась куча JSX. Если вам этого вдруг не хватило, хотя я считаю то, что это очень странная ситуация, вы в хромеумах можете пойти на About Tracing. В Firefox есть About Memory, About Performance. Их, правда, очень-очень сложно читать. Есть флаги для Node.js, и вы можете даже программно собирать эту статистику через Trace Events. Итак, давайте подведем какие-нибудь итоги. Итоги. Сборщик мусора умный, и его делали умные ребята, чтобы он собирал мусор, который вы делаете. Однако вам никто не мешает выстрелить себе в ногу. Как и в любой, в общем-то, ситуации. Поэтому, ну, не делайте так. Не бойтесь создавать мусор, потому что сборщик мусора собирает мусор. Зачем отбирать у него работу? Однако, даже если вы не боитесь это делать, следите за перформансом. Потому что вы можете случайно сделать что-нибудь не то, и это может оукнуться где-нибудь не там. Также такой хороший дисклеймер в конце. Если у вас не сингл-пейдж-аппликейшн большой, то, возможно, вы на это можете просто забить. Потому что, если вы там выиграете один кадр фриза, ну, стоит оно этой работы. Не факт. Также, как я вам показал, часть ошибок, целый класс ошибок делаются и бесполезные работы просто потому, что люди не понимают, как работает инструмент. Или понимают неправильно. Вы теперь понимаете и знаете, и я уверен, что вы знаете еще много всего интересного. А мы как раз нанимаем. Нам в команду API Яндекс.Карт нужны люди, которые будут работать над одним из крупнейших API-рунета. У нас нестандартные задачи абсолютно. И у нас почти нет никакой верстки. Здесь есть ссылочки. Ждем. Возможно, именно вас мы и ждали все это время. Всем спасибо за внимание. Здесь есть... Здесь есть ссылка на слайды. QR-код для тех, кто любит QR-коды. Я в Flapenguin практически везде. И вот теперь спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. А за лучший вопрос мы дадим в подарок вот такую сувенирную книжку с Дональдом Трампом на обложке. Итак, прошу. Добрый день. Я тут. Меня, наверное, не видно. Я подойду. Вижу. Подойду сюда. Вопрос, собственно, про слайд, где вы показывали квадратики. И там не хватало памяти для того, чтобы разместить там очередной объект. Вы там сказали, что V8, гарпич-коллектор, работает примерно так же, как в Java. Да. Но в Java, даже если мы вызовем систем ВЦ, мы не всегда знаем, что сборщик мусора именно сейчас заберет мусор и вообще какой он заберет. То есть он это решает сам. Как с этим обстоят дела в V8, ну именно в JS? Потому что, опять же, если мы не знаем, когда он это соберет, то мы не можем рассчитывать на то, что мы обместим этот объект. Хороший вопрос. Так. Первая часть. В Java несколько сборщиков. Я имел в виду G1. По поводу того, когда мусор собирается, можно ли это зафорсить. Можно. Есть флаги. Например, у NAD есть exposed GC. Я там где-то про него показывал. Не знаю, долистаю я сейчас или нет. Есть exposed GC. у вас в глобале появляется функция GC. Вы ее дергаете, и у вас запускается сборка. Вот. Но никаких гарантий, естественно, нет. То есть если вы это делаете не так, то, ну, когда-нибудь оно соберется. Я понял. Спасибо большое. Можно что-то еще вопрос? Конечно. Приветствую. Спасибо большое за доклад. Про garbage collector было приятно услышать. Особенно посмотреть, как он работает в JavaScript и узнать, что это почти то же самое, что в Java. Это очень приятно. А вопрос такой вот. Если мы возьмем материалы по QR-коду, там тоже будет реклама? А, вот это вот? Да. Да, конечно, тут все слайды. Справа у крыла, пожалуйста. Ну, вопрос такой. Как вы ищете утечки памяти на клиентах в продакшене? Может, есть какой-то инструмент, типа СН3, где можно там посмотреть снапшоты в случаях, если приложуха упала по утечке? Так, ну, тут такая довольно печальная ситуация, потому что эту статистику можно собирать только в DevTools. То есть, что можно сделать? Мы собираем… Ну, мы в API не собираем, Яндекс.Карты собирают вот этот Performance Memory. Соответственно, там можно увидеть то, что очень большое потребление памяти, посмотреть где, и вот тогда уже стоит копать. Вы самостоятельно, получается, на своих проектах собираете снапшоты? Мы не можем собирать снапшоты. Платформа не дает. То есть все, что мы можем получить, это вот эту вот штуку. Можем посмотреть, сколько памяти жрет JavaScript и сколько под него готов выделить Chromium. Причем только Chromium. То есть тут так вот, все вот эти проблемы держатся в основном на саппорте. То есть, если кто-то пришел, а сказал, у вас карта падает. Андрей, спасибо за доклад. Такой вопрос по поводу алгоритмов прохода и очистки памяти. Если мне не изменяет память по курсу операционных систем условно, есть алгоритм, который должен дробить объект, который он хочет вставить в свободную ячейку на несколько часей и организовывать из них связанный список. Не работает ли по такому принципу garbage collector где-нибудь? Знаешь ли ты что-нибудь по этому вопросу? Ну, для начала javascriptовые объекты — это на самом деле не один кусок памяти, это куча маленьких кусков памяти, поэтому да, тут проблема не так остро стоит, потому что происходит вот как раз то, что ты описал. То есть в объекте в V8 есть мапа, то, что обычно почему-то называют hidden class, вот, и в этой мапе лежит, соответственно, информация о типе. И также сам объект, он может быть… Там поля могут лежать прямо в нем, а могут лежать по ссылке в другом месте. Вот, поэтому да, объекты в javascript, в V8, они дробятся, ну, де-факто, потому что такая реализация. Вот, но эти маленькие куски уже никак не раздробить. Спасибо. Можно, да? Вот вначале вы сказали, что вы на своих проектах достаточно эффективно помогаете системному garbage collector управляться с вашим мусором. То есть у вас очень много объектов, и вам кажется, что вы делаете это эффективно, так как в общем и целом в среднем ничего не тормозит более-менее. И вот я не совсем понял, какие-то есть, может быть, системные лучшие практики, советы, как вообще при прикладной разработке обычному javascript программисту на клиенте использовать вот эти вот штуки, чтобы мусор собирался более эффективно. То есть, грубо говоря, каждому там классу добавлять какой-то метод destroy, грубо говоря, чтобы там все обнулялось, и garbage collector более эффективно все это чистил. Так, ну я что думаю? То, что писать надо просто как пишется, то есть как красиво, не надо упорваться преждевременной оптимизацией, а потом вы всегда можете посмотреть вот на эти штуки. И на этих штуках заметить то, что у вас, например, ну вот, например, у вас при перерисовке React выделяет кучу объектов, которые мусор. И подумать, как вы это можете оптимизировать. Как? Тут какого-то универсального совета, наверное, нет. То есть у вас есть инструменты, и ваше приложение, и эта связка какая-то уникальная получается для каждого проекта. Прошу. Привет, спасибо за доклад. Слушаю, на всех слайдах было именно нуление ссылок. Есть разница между нулением и удалением? Так, я скажу только за V8, но что происходит из-за вот этих hidden классов, то, как в рантайме представлены объекты, какие у них есть поля, ссылки, типа использовать оператор delete, не то чтобы нельзя, это крайне неэффективно, потому что у вас, как бы так сказать, у объекта есть его текущее состояние, по факту его тип в рантайме, и вот если вы удаляете у него поле через delete, то этот тип ломается, то есть он скатывается в самую-самую медленную версию и больше оттуда никогда не возвращается. То есть это прям деоптимизация. Вот delete использовать не надо. Окей, спасибо. И давайте последний вопрос из центра зала. Спасибо. Спасибо за доклад. Весь из полей. Вчера ехал на такси, Яндекс.Такси, и таксист жаловался, что выезжая из Амката, у него там слетает маршрут, не замешан ли тут сборщик мусора. Это на самом деле шутка. Вопрос в следующем. Не планируете вы реализовывать различные стратегии сборки мусора в зависимости от девайса и в зависимости от какой-то ситуации? Или это не имеет смысла? Спасибо. Я думаю, что мы никак на это особо повлиять не можем. Ну то есть мобильный V8 и так немного по-другому работает от обычного V8. И мы можем постараться, например, использовать пулы, но тогда встает вопрос, а если мы их используем на мобильных, что бы их не использовать на десктопе? То есть здесь… Ну, на сам сборщик мы повлиять никак не можем. Поэтому можем только спекулировать на эту тему. И более того, типа при обновлении браузера он может замедлиться, нашу оптимизацию сделать деоптимизацией. И, в общем, я бы, наверное, не решил с этим заниматься. Ну что ж, кому будем давать подарочную сувенирную книгу с президентом-миллиардером? Я думаю, что молодому человеку, который задал первый вопрос про когда происходит сборка и про Java. Мне понравилось. Помаши мне рукой. Ага. Передайте, пожалуйста, туда. 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 Поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...